Электрическая партия была влиятельной, тогда будет реально, но сейчас я очень сомневаюсь. Иного мнения придерживается глава Института европейских исследований Александр Гапоненко. Нынешние власти просто ждут, пока неграждане, цитируем, естественным образом вымрут. Но, по его мнению, у Евросоюза все-таки есть один очень эффективный рычаг давления, воспользоваться которым сейчас самое время. Латвийские, эстонские неграждане, они были сознательно Европой созданы и существовали для того, чтобы здесь не реализовывало свое влияние Россия. Боялись, что русские на территории балтийских стран будут проводить российское влияние, поэтому их сознательно лишили гражданство. В настоящее время возникла в условиях кризиса ситуация, когда этот вопрос может решиться. Он может решиться через давление, которое окажет Европа на Латвию и на Эстонию экономическим путем. Международный валютный фонд Европы предоставила большие кредиты Латвии. Латвия потеряла экономическую самостоятельность. Теперь внешние акторы ей ставят условия. Вот вы бюджет должны иметь такой-то, у вас затраты должны быть такие-то. Точно так же она может поставить и условия. Вы должны предоставить негражданам право голосовать на муниципальных выборов, иначе мы вам очередной транш в марте месяце не дадим. Этого будет вполне достаточно для оказания давления на латвийскую элиту, и она вынуждена будет эту решить проблему. До тех пор, пока реальные экономические рычаги воздействия не будут включены, решиться проблему с негражданами не может. Экономист уверен, волевое решение о введении нулевого гражданства правящее большинство может принять за одну ночь. Смогли же заем Международного валютного фонда получить в течение нескольких дней. Так что если Европа серьезно надавит, исход нынешних муниципальных выборов может быть весьма интересным. Скирман Табачута, Эдуард Колик, телекомпания ТВ5. Проходит латышизация латгальской письменности. В Резекне закрывают учительский институт. Латгальский театр начинает давать представления только на латышском языке. Из библиотек изымают и уничтожают латгальские книги, прекращают издавать ряд газет и журналов на латгальском языке. Не случайно. В наше время в канон латышской культуры оказывается включенной только латгальская керамика. Произведением латгальской литературы, театра, живописи, музыки в нем места не находится. Ульманисовские методы построения латышской Латвии дали свои результаты спустя 8 десятилетий после установления его диктатуры. В октябре 1939 года рейхсканцлер Германии призывает всех фольксдойчи вернуться на родину. Решение обосновывается опасениями, что немцы в диаспоре не могут противостоять жесткой политике ассимиляции. В отношении проживающих в Латвии немцев эти опасения имели под собой основания. Ульманис закрыл немецкие школы, институт Гердера, где преподавание велось на немецком, ликвидировал немецкие общественные организации. Под силовым давлением правительства 55 тысяч асдзейцев вынуждены были навсегда отказаться от прав латвийского гражданства и покинуть страну. Для депортации немцев в Германию потребовалось более 100 кораблей. При входе на борт немцев обыскивали и отбирали у них валюту, драгоценности, предметы искусства, книги. До этого репатрианты должны были за бесценок распродать или просто бросить все свое недвижимое имущество, мебель, личные вещи. Досталось оно главным образом латышским чиновникам. Правящей элите, особенно близким к вождю, людям, такой способ построения латышской Латвии очень понравился. Он позволил им без большого труда обогатиться за счет присвоения имущества цитаутешей. Данный прием взяли на заметку. Авторитаризм Авторитаризм крайне ослабил латвийскую государственность. При очередном изменении внешнеполитической конъюнктуры неподконтрольная народобюрократия без раздумий перешла на службу к новым хозяевам, теперь уже советским. Глава государства Карлис Ульманис разрешает ввод в страну советских войск и при этом успокаивающе обращается к народу. Я остаюсь на своем месте, вы остаетесь на своих. Призвать народ к защите своего суверенитета ему даже в голову не приходит, поскольку этот суверенитет он сам растоптал всего лишь 6 лет тому назад. Отметим, что у Ульманиса не было тогда возможности проводить более сбалансированную внешнюю политику и обратиться за помощью к Германии. Руководство последней хорошо помнило, как год назад ограбили и вытолкали из страны десятки тысяч этнических немцев. Предательство бюрократической элиты в отношении классово близкой ей буржуазии позволило легко изменить социально-экономическое устройство страны. Латвийский народ демократическим путем в ходе свободных всенародных выборов избирает народный сейм. Доминирующую роль в этом сейме играют только что освобожденные из тюрем и лагерей местные коммунисты-социал-демократы. Они занимают ключевые места и в исполнительной власти. Главой правительства назначают, например, ученого Аугуста Кирхенштейна, министром внутренних дел, писателя Виллиса Лацеса. 21 июля 1940 года сейм провозглашает учреждение Латвийской Советской Социалистической Республики. Советская Латвия становится третьей Латвийской Республикой. Принимается новая государственная символика – красный флаг с аббревиатурой названия государства на латышском языке и символами власти трудового народа, аналогичный по смысловому содержанию герб. Сейм одобряет новую, третью по счету Конституцию, в которой говорится о том, что власть в государстве принадлежит трудовому народу. Это дает юридическое основание для проведения социалистических преобразований, в том числе национализации крупной частной собственности и передачи части земли бедным крестьянам. Всем жителям возвращаются гражданские права, которых они были лишены при Ульманисовской диктатуре. Дискриминация циттаутешей прекращается. Латвия снова становится латвийской, а не латышской. Вновь избранный Сейм обращается с просьбой к Верховному Совету СССР принять Латвию в состав СССР на правах Союзной Республики. 5 августа 1940 года эта просьба удовлетворяется. Нынешняя правящая латышская элита не признает легитимность образования советской Латвии летом 1940 года и приводит аргумент, что выборы происходили в присутствии оккупационных советских войск. Однако, о какой оккупации может идти речь, если Красная Армия вошла в страну с согласием главы государства Карлиса Ульманиса? Вооруженного сопротивления в воду советских войск латышская правящая элита не организовала. А численность латвийской армии превышала в это время 25 тысяч человек. Она была хорошо оснащена оружием и военной техникой. В случае необходимости Латвия могла выставить и вооружить 200 тысяч человек. Контингент советских вооруженных сил, который вошел в Латвию, не превышал 25 тысяч человек. Финляндия при таком балансе военных сил вела в это же время борьбу за свой суверенитет полгода и отстояла его. Латышские же офицеры и солдаты все поголовно дали клятву верности новым властям и добровольно вступили в состав территориальных частей Красной Армии. После установления советской власти латышские радикальные националистические и национал-социалистические организации коммунистами разгоняются. Однако их активистов практически не преследуют. Советская власть списывает крестьянам все выкупные платежи за землю. Наделяет безземельных участками за счет госрезерва. В городах ликвидируется безработица, повышается зарплата рабочим и служащим. Одновременно проходит национализация банков, крупных предприятий, доходных домов, больниц. В обращение вместо латов вводятся советские рубли. Национализация вызывает острое недовольство бывшего правящего класса. Наиболее активные его члены создают подпольные организации для борьбы с советской властью, вооружаются, готовятся к террористической деятельности. В марте НКВД разоблачает вооруженную подпольную группу из 71 человека под командованием резидента немецкой разведки Ганса Шинке. Подпольщики имели связи с уже ставшим советским латышским территориальным корпусом. Другую подпольную группу, базировавшуюся на базе завода ВЭФ, арестовывают непосредственно перед совершением террористических актов. Об этом в своих воспоминаниях после войны писал бывший офицер СС Индулис Кожоцинж. Учитывая данные обстоятельства и надвигавшуюся войну, власти организуют в июне 1941 года высылку из страны лиц, составлявших социальную базу нацистского и националистического подполья, бывших жандармов и офицеров, помещиков, крупных торговцев, фабрикантов и чиновников, уголовников и проституток. Высылают также членов семей означенных категорий населения. Как обычно в таких случаях страдают и невинные люди. Предпринятая советским правительством мера была совершенно негуманной, однако вполне в духе того времени. Скажем, 19 февраля 1942 года президентом демократических Соединенных Штатов Америки Франклином Делана Рузвельтом был подписан чрезвычайный указ номер 9066, который санкционировал депортацию японского населения. На внутренней территории США были образованы 10 концентрационных лагерей для депортированных. Японцы перешли под юрисдикцию военных. В этот же период из армии США были уволены и все военнослужащие японской национальности. На сборы отводилось 4 дня, и большая часть имущества была оставлена или продана за бесценок. Всего было депортировано более 120 тысяч этнических японцев, включая детей, женщин и стариков. Часть семей была разъединена. После войны многие японцы были депортированы в Японию, хотя там никогда не жили. Нынешнему правительству Японии не приходит в голову предъявлять счет властям США за эти депортации. Они знают, что это плата за их провалившийся проект построения в Азии этнически чистого общества. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты нападают на СССР. Начинается Великая Отечественная война. На территории Советской Латвии агрессию врага отражают как части Красной Армии, так и отряды латышских добровольцев, собранные местными коммунистами. Однако, используя значительное превосходство в вооружении и живой силе, немцы за две недели оккупируют всю территорию Советской Латвии. Как только началось немецкое наступление, латышские национал-социалисты, перконкрустовцы, айссорги вышли из подполья и стали на практике реализовывать глубоко запавшую им в душу идею построения этнически чистого общества. Они объединяются в штурмовые отряды и начинают уничтожать своих вчерашних соседей – цыган и евреев. Особо жестоко действовали группы убийц под руководством латышских нацистов – Виктора Арайса, Герберта Цукурса. Вот документальные свидетельства их деятельности. Аресты, уничтожение евреев. Данные съемки латышские нацисты сделали подлепой. А вот что рассказывал уже осужденный после войны на тюремное заключение за свои преступления участник отряда Генриха Лоба. В первой акции было расстреляно почти 60 евреев. Во второй акции еще 60 евреев. Акции, как я слышал, проходили каждый день. После акции мы пили в машине. Заодно с евреями и цыганами местные нацисты убивали классово чуждых им коммунистов – советских работников. Всего, по свидетельствам историков, местные штурмовики еще до прихода немцев уничтожили без суда и следствия около 30 тысяч человек. Имущество жертв доставалось тем, кто организовывал расправы. Нацистские идеи пользовались поддержкой определенной части латышского народа. Многие латыши с цветами в руках встречали немецкие войска и надеялись, что с их помощью смогут построить свободную от жидов и коммунистов Латвию. Думать их так заставляли местные национал-социалисты, которые наладили пропагандистскую работу через латышскую газету «Тевия». Вот, например, что писала эта газета 11 июня.